доброе утро мои любимые мои хорошие и снова здравствуйте и у нас снова дождь мы скоро все поплывем я даже уже не смотрю прогнозы ланочка вы были правы у нас действительно опять дожди еще и и еще какие вообще просто я не знаю что такое май заканчивается а с другой стороны когда жара тоже тяжело знаете у нас влажность высокой когда у нас начинается жара даже 25 и 30 тогда очень тоже тяжело в какой-то степени может быть такая погода и ничего сами себя успокаиваю на градусники 12 градусов все растения убрала потому что заливает дождем и еще мы на стирали то что там выковыривали из шкафа выкидывали что что оставили то стирали в общем все у меня конечно еще и стоит под дождем еле сейчас утром сбегала прям под дождем затащила на веранду хотя бы на решетке вот здесь пусть сохнет я уже не знаю все сгрудились цветы белье вазы все сидим здесь все на веранде все мокнет кормушку меня тоже жалко смотрите аж прям гниет вся течет с нее аж прям все то ничего там покрытие это специальное для крыши на той кормушке очень сильно шумит лес и озеро это значит то что будут еще эти дожди когда шумит озеро это к дождю скворечник заглядывает неизведанные мне птички черные с белым очень хорошенькие любопытные такие а вот у нас и первые жильцы успели увидеть нет я называю это как будто бы сорока размером с воробья я такой птицы у нас здесь на вечер не видела черное с белым смотрит заглядывает уже не первый раз подлетает к домику к скворечнику какая прелесть когда выходит солнце сразу все по-другому играет красками вот сижу в комнате да даже из окна посмотрите какой вид что значит солнышко выглянул все сразу другие краски вот этот товарищ собирается жить в нашем скворечнике но по-моему он хочет занять и наш дом прибежал как у хорошенький хочу ответить на комментарии галины ответить на ваш вопрос скорее комментарий будет мой вопрос ваш вы спрашивали по поводу нашего дачного кооператива что вам все интересно и обещала вам ответить ближайших видео описать свое обещание сдерживаю значит насчет того что у нас здесь кооперативные эти вот дачи до когда-то очень давно еще в советское время началась застройка вот здесь побережья и были построены дачные кооперативы и ни один их достаточно много вокруг в одном из них живем мы здесь дома двух типов такие как шалаши и вот такие нормальный нормальные дома вот двух типов получается давным-давно уже мы приватизировали эту землю и под каждым домом у нас переесть свои карты эта земля приватизированная и теперь она полностью находится в нашем владеем вот насчет коммуникаций выплату вы спрашивали но плата совершенно небольшая и я не помню там что-то совсем очень немного раз в год мы платим как бы ну глубокая за землю на которой стоит стоят наши вот эти вот домики значит что касаемо коммуникации но это сказано громко коммуникации когда вы просто покупаете как бы дачу как сказать голую да это энергия электричество это все если вам повезет вы покупаете домик дачу у которого вблизи вот здесь рядом где-то или собственная вода в доме есть это здорово если есть колодец колодец даже на два дома это тоже хорошо ну а если вы проводите свой свою воду к себе тут вообще суп до домики продаются продаются и сдаются на лето это надо пошустрить букинги пошустрить по местным группам здесь на чудском озере здесь много разных баз ну и такие вот дачи тоже сдаются и продаются достаточно часто про коммуникация вам ответила если вы хотите интернет телевизионную эту вот сателлитовскую антенну или как он там правильно называется то это все все вы делаете сами насчет сохранности всего имущества значит этого кооператива это мы уже не назовем да это все в ваших руках вы можете поставить на сигнализацию вы можете застраховать вы можете оставить просто так можете попросить соседи чтобы понаблюдали за вашим домом в общем это тоже дело только ваше такой какой-то организации общей здесь нету ты заходи если что что касается диких зверей никаких прецедентов таких прецедентов таких уж сильных я не слышала кроме того что советское время когда к нашим домиком еще полагался не прямо у дома тут совершенно недалеко огород и вот там на этом огороде которые вернули потом как сказать владельцам этих земель там бегали кабаны за картошкой вот такой прецедент зайцы пробегают зайцы съели осину я жалуюсь бабушкина время правда они ели ели на титарская талия была у осины потом и что еще соседка которая не очень молодая была царствие небесное ходила в малиник не очень далеко от дома вот и собирая малину собирала его все время рядом с каким-то мужчиной в коричневом плаще как через несколько минут оказалось что это мужчина в коричневом плаще не мужчина медведь ну вот если это можно считать прецедентом что касается рыбной ловли если такие специальные места для ловли ну как насчет специальных мест нет понимаете ли ловить рыбу может каждый но для этого вам нужно получить по моему какую-то специальную регистрацию разрешение выход на воду даже если вы просто за кунями идете и права на лодку или как в этом мало что разбираюсь но какое-то разрешение оснащение там жилеты все такое это нужно вам специально все добывать чтобы выйти вот в озеро за на рыбную ловлю даже если вы хотите там что-то элементарно вот это я знаю естественно соблюдать все распоряжения вот сейчас например вышло распоряжение что до 31 июня запрещен лов на окуне и про сергея нашего мастера он уже забегал к нам я не успела даже камеры в руки брали взять дело в том что я была в это время крестин он забегал на пару минуточек уже узнать как мы потому что в этом году мы будем просить его продолжать делать у нас ремонт каминщик печник из бригады это будет одна история а сергей потом обязательно продолжит начатое он должен нам как бы закончить вот эту каминную комнату живет он насколько я все прекрасно него нет он не питере потому что из-за пандемии въезд в россию запрещен и поэтому он был все время здесь вот у нас в эстонии ну вот вроде я ответила достаточно подробно на ваш вопрос если еще что-то осталось непонятно обязательно пишите и обращаю сейчас ко всем если у вас какие-то вопросы на приличные вопросы я отвечаю если какие-то вопросы пожалуйста пишите задавайте вместе разберемся все обговорим обсудим не стесняйтесь девочки кто спрашивал про третью комнату что мамину видели каминную видели вот наша третья мы тут и чимся пока диван это должен стоять большой комнате но поскольку там все это пол сами понимаете потом еще будет обивка стен потолка разводка воздуховодов до от камина поэтому мы здесь пока вот ютим ся в этой же комнате мы собирали я сюда себе ставила комод новую тумбочку вот зеркало как раз вот в этой самой комнате в 3 есть вот у меня конечно далеко идущий наполеоновские планы по поводу расширить вообще жил площадь у нас возможности есть потому что общее квадрат крыши кубатур у нас 100 квадратов поэтому я думаю что мы здесь еще раз и разойдемся но я как бы пока боюсь загадывать говорить а то знаете как скажешь так не сбудется а так в общем и целом вот мы тут пока обитаем здесь ютим ся так здесь кристина на всякие с детства вещи что он тут делал а вот это кстати картина это где-то покупала не помню где в таллине дед это янтарь так вот нарисована здесь как сказать похоже на нашу местность и это янтарь нравится такая аппликация остальные сделаны кристи теперь вы ознакомились рум-тум так сказать покупать до сих пор не дошли руки рассадить вот эти цветы что мы с вами купили последние давайте хоть их просто польем пока столько всего столько всяких дел вообще не доходят руки вообще не доходит давайте их польем чтоб они у нас хотя бы дожили он на корзинке ждут и все и чем я только занимаюсь сейчас мы с вами их выкупаем просто и поставим я хочу вам сказать что у нас появились комары не просто комары а зверское их количество и теперь у меня будет было только дергаться потому что буду хлопать их и камера у меня будет ходить туда-сюда потому что я буду и все время какие-то брызгалки я купила от комаров ничего не помогает хотя там написано что в течение восьми часов от комаров и от клещей одновременно это средство несколько средств там и ничего абсолютно не действует даже трех минут ужас как жрут зажирают вот полила здесь и питонии у меня отдельная и вот эти пиларгонии или как-то они назывались в общем будем с вами рассаживать будем будем уж вечерело уж вечерело а все еще все не разобрана все еще какие-то тюки книжки тряпки пижамки трусы косметички пакеты пакетики пакетики пакетища о когда-нибудь это кончится или нет здесь раскладываю вещи где кристина на где мои а вот сюда вниз кристина умница такая мне помогает носит книги она очень любит книги журналы и вот сюда вниз и мы сейчас с ней выставим все книги здесь еще есть ящики на напрасно парю горячку горю порядку ты моя умница ты моя хорошая спасибо то я уже знаете так устала без конца и краю все это не заканчивается никак вещи не кончаются здесь еще ящик по существу знаете сколько косметики знаете сколько косметики ужас много спасибо мой зайчик а